В начале 1920-х годов в Австралии, город Мельбрун, произошла удивительная история. Во время проведения подготовительных земляных работ для будущего фундамента театра Капитолий на Сванстон-стрит рабочие в слое глины глубиной 1 метр нашли вертикально стоящий деревянный забор. Доски забора были еще достаточно твердыми и аккуратно выстроены в ряд. В основании забора раскопали деревянный тротуар. В 1923 году это было настоящей археологической загадкой, ведь этот забор находился под недавно снесенным зданием, которое было построено в 1865 году. Вот краткая хронология событий. Театр Капитолий был построен группой бизнесменов Мельбруна. Проект был разработан известными американскими архитекторами Оутором Берли Гриффином и Мерион Махони Гриффином. Они создали просто потрясающий проект. Намного опережающий свое время. Просто посмотрите на трехмерную отделку потолка. В 1923 году создали просто потолок из 2000-х. Тысячи ламп с разными цветными фильтрами создавали эффект кристаллической пещеры. Этот дизайн намного опередил свое время. Его можно поставить в один ряд с другими потрясающими и загадочными изделиями начала 20-го века, чей внешний вид намного опередил свою эпоху. Но об утраченном дизайне начала 20-го века будет отдельный ролик. В этой теме очень много загадочного. Как люди в 20-х годах применяли такие стильные необычные дизайнерские решения при строительстве зданий, машин и самолетов. Просто диву даешься. Откуда они черпали вдохновение? Как от дизайна убогой мотоколяски сразу перейти к дизайну автомобиля Ягуара 1990 года? Я вам потом покажу, это очень яркий пример. Как будто дизайнеры 20-х годов учились по каким-то закрытым от обычных людей учебникам. Но это все не относится к теме данного ролика. Проект театра был утвержден 9 февраля 1923 года. И началось строительство. На том месте, где должны были построить театр, находились жилые дома 1865 года постройки. Эти дома снесли и в слое глины на глубине 1 метр был обнаружен деревянный забор. Археологи в 20-х годах не смогли объяснить, почему под зданием, построенным в 1865 году, в слое глины обнаружен деревянный забор. Чем же так необычен забор? А интересен он тем, что сам город Мельбург был основан как европейское поселение только в 1835 году. Эта дата одновременно является датой прибытия на эту местность первых европейских переселенцев. Так что до 1835 года здесь не стояло никакого города и не могло быть никаких деревянных заборов. Об этой истории с раскопанным забором все благополучно забыли и вспомнили об этом случае только в 2017 году. При строительных работах в 17-м году был обнаружен целый квартал закопанных в глину фундаментов домов. Вот фотография с раскопок в районе церкви Уэсли. Мы видим сохранившиеся кирпичные и каменные стены, которые были полностью похоронены в глине. Мельбург – очень молодой город по историческим меркам. Первые поселенцы появились в 1835 году. Построили дома. И почему-то их дома в 1860-х годах оказались брошенными и засыпанными глиной. И на месте этих засыпанных домов в 1865 году строят новые дома. Один из которых был снесен в 1923 году при строительстве Театра Капитолий. Другие были снесены в 2017 году. Также при реконструкции перекрестка на одной из самых оживленных улиц Мельбурна в глине были найдены остатки двух валов. И рядом с ними нашли телегу, которую они тянули. Это еще более странная история. Ведь если бы это просто было захоронение животных, то почему рядом находится телега? Получается, что хозяин валов так любил своих животных, что по древнеегипетским обычаям захоронил рядом с валами и телегу, которую они таскали. Очень странные события произошли в Мельбурне в 19 веке. Но вот австралийские ученые нашли этому всему объяснение. По их мнению, все очень просто объясняется. Первые переселенцы строили свои дома в низменностях и болотистых местах. Улицы после дождя превращались в непроходимую ток, где вязли лошади и телеги. Из-за сырости в домах люди часто болели. Поэтому администрация города решила упростить людям жизнь и спасти их от сырости и грязи. В 1853 году был принят закон, который требовал, чтобы жители низменных районов сами засыпали свои дома и участки грунтом. Если владелец дома отказывался хранить свой дом, то администрация города сама поднимала уровень участка, взимая принудительную плату землевладельцам. Вот так люди, где добровольно, а где и принудительно засыпали свои дома. Хорошая версия, конечно, у историков, но вот меня смущает несколько моментов. Во-первых, это забор. Допустим, человек добровольно засыпает свой дом. Но почему он не спасает свое имущество? Ведь это новый город. Мне кажется, что на новом месте стройматериалы всегда в цене. Неужели человек, прежде чем засыпать дом, не мог снять забор и после поднятия грунта вернуть на место? Но нет. Он не бережет свое имущество, а просто засыпает нажитое имущество глиной. Или вот кирпичный камин. Ведь его можно было разобрать, а затем в новом доме заново сложить. Но люди закапывали не только камины и заборы. Они бросали хорошую посуду и бутылки. Мне кажется, это нужные в хозяйстве вещи. Особенно на малоосвоенном континенте. Эта история, как под копирку, написана с историей Сиэтла и Чикаго. Приезжают переселенцы, селятся в болотистых местах. Затем, когда людям надоедает жить в грязи, они поднимают уровень грунта в городе на несколько метров. Посмотрите мои ролики про Сиэтла и Чикаго. Ссылка в описании. Давайте теперь проверим, действительно ли Мельбурн в середине 19 века был так сильно заболочен. В июне 1835 года территория, на которой сейчас располагается Мельбурн, была обследована Джоном Бэтменом, который заключил с восьми вождями племени Ворунджерри договор о продаже 600 тысяч акров земли. А это ни много ни мало 2400 квадратных километров. В августе на эти территории прибыли первые переселенцы. В 1837 году город получил название Мельбурн, а также был принят план застройки города, план Ходла. С момента открытия золота в штате в 1850-х годах и начала золотой лихорадки, город начал стремительно развиваться. В 1850-х годах были построены многие наиболее известные городские здания. Здание парламента, здание косночейства, государственная библиотека, университет, центральные городские кварталы были хорошо спланированы. В городе были проложены многочисленные бульвары и разбиты сады и парки. Считаешь и радуешься, как все четко было распланировано и построено. Только это все противоречит истории с болотистой местностью и неправильно построенными домами. Вернемся к плану Ходла 1837 года. Мельбурн изначально застраивался по этому плану. Вот в этом прямоугольнике все было построено по плану Ходла. Значит в этом месте к 1853 году не могло быть неправильно построенных домов, которые городское управление требовало засыпать. В Мельбурне есть западное Мельбурнское болото, сначала известное как болото Бэтменов. Джон Бэтмен описывал это болото как изобилие дикой природы. Джорджиана МакКрей сделала набросок этой местности. А ее сын Джордж вспоминал, что в 1841 году это было настоящее озеро, ярко-синее, почти овальное и полное чистой соленой воды. Затем в этот водоем стали сливаться сточные воды Мельбурна. И как писали, оно стало представлять вонючую опасность для города. В 1877 году появились первые планы по осушению болота. В 1900 году болото практически осушили. Так что это болото не имеет никакого отношения к тому, что в 1853 году закапывали дома в центре Мельбурна. На берегах болота существовали трущобы, но построили их безработные только в 1930-х годах. У нас вырисовывается очень интересная ситуация. У нас есть две официальные истории города. Первая история очень правильная и красивая. На новые земли приплыли переселенцы. В 1837 году принят правильный план застройки города с дорогами, бульварами и парками. Но в этой истории почему-то ничего не говорится, что Мельбурн был построен на заболоченных территориях. Дороги были непролазны, дома стояли в сырости и люди из-за этого болели. И поэтому администрация города заставляла людей закапывать свои дома. Эти все подробности в истории Мельбурна появились только после 2017 года, когда раскопали несколько кварталов погребенных под глиной домов. Только после этого всплыл странный документ от 1853 года, в котором власти предписывали горожанам закапывать свои дома. И этот документ, похоже, существует только в электронном виде. Но вряд ли где-то есть оригинал, напечатанный на бумаге. Почему-то в 1923 году, когда раскопали забор, засыпанный глиной, никто об этом законе даже и не вспомнил. А вспомнили о нем только в 2017 году. Этот прямоугольник Мельбурна был застроен по плану Ходла. Значит, в нем не должно быть неправильно построенных домов. Но они почему-то там есть. Нам нужно верить или первой версии истории Мельбурна, где все строили согласно плану, или не верить первой истории и поверить во вторую, согласно которой люди строили дома без всякого плана, в низинах, на каких-то болотах. И после того, как все построили, закопали свои нажитое имущество. Вот даже на фотографии 1851 года видно, как основательно строили Мельбу. Это второй княжеский мост. А вот на этой фотографии 1898 года видно, что старое здание слева стоит не в низине, а наоборот на возвышенности. Так что давайте совместно решим, в какую историю нам верить. В ту, по которой Мельбурн строился по утвержденному плану, или в другую, по которой Мельбурн так плохо изначально спланировали, что в 1853 году дома срочно пришлось засыпать, даже бросая личные вещи. И я даже не знаю, в какую из этих историй отнести валов с телегой, найденных под одной из улиц Мельбурна. А может не нужно верить ни одной из этих версий? Потому что у нас всплывает эта интересная дата, 1850 год, середина 19 века, время пожаров в Америке и фотографии пустых городов Европы. На этом все. Смотрите мой канал.